Здравствуйте, с вами Молодежная Библиотека и сегодня мы немного расскажем вам о истинном значении абстрактного искусства. Мнение об абстракционизме и минимализме, как правило, можно поделить на два лагеря. В одном случае утверждается, что данный вид искусства переоценен, в другом, соответственно, напротив, что он недооценен. В любом случае, прежде чем добраться до истины, нам необходимо разобраться, а что же из себя представляют абстракционизм и минимализм в целом. Термин абстракционизм берет свое начало из слова абстракция, которое обозначает удаление или отвлечение. Абстракционизм представляет собой нефигуративное искусство, то есть направление искусства, отказавшееся от приближенного к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одной из главных целей абстракционизма является достижение так называемой гармонизации, то есть с помощью изображения определенных цветовых сочетаний и геометрических форм у созерцателя вызывается чувство полноты и завершенности композиции. То есть по сути целью абстракционизма является создание несодержательных картин приятных глазу. Годом рождения абстракционизма, как правило, считается 1910 год, год, когда художник Василий Кандинский написал первую в истории абстрактную картину. Написана данная картина была в Германии, а в настоящее время она находится в Национальном музее Грузии. Своим творчеством Кандинский открыл новую страницу в мировой живописи. Его абстракции обладают крайне специфическим почерком. Вследствие этого его картины и по сей день активно используются в обучении начинающих художников основам художественной композиции. А именно, работа Кандинского демонстрируется в качестве наглядного примера того, как можно абстрактно изобразить музыку. Эстетические концепции первых абстракционистов предполагали, что художественное творчество отражает закономерности мироздания, скрытые за внешними, наносными явлениями действительности. Эти закономерности, интуитивно постигаемые художником, выражались через соотношение абстрактных форм, цветовых пятен, линий, объемов, геометрических фигур в абстракционистском произведении. Несомненно, концепция того, что же из себя должно представлять абстрактное произведение, у каждого художника была своя. Вследствие этого работы всех художников-абстракционистов обладают существенными различиями в тактике изображения. Какие-то художники предпочитали абстрактные бесформенные пятна на своих холстах, иные четкие геометрические фигуры. Что любопытно, по таким особенностям вы, как правило, сможете безошибочно отличить одного художника-абстракциониста от другого. Так, работы Малевича отличаются очень специфической глубиной цвета. К слову, его произведение «Супрематическая композиция» является одним из самых дорогих произведений искусства в мире. Работы Питта Мандриана, как правило, можно отличить по прямоугольным фигурам желтых, красных и синих цветов. Работы Джексона Поллока вы можете узнать по нитеобразному расплескиванию краски. Впрочем, в некоторых исключительных случаях нитевидные узоры он все-таки рисовал. По мере популяризации абстрактного искусства, количество работ с геометрическими мотивами увеличивалось, и, как следствие, в качестве отдельного художественного течения возник минимализм. Минимализм, или как его еще могут называть «минимал-арт» – это художественное течение, которое возникло в Нью-Йорке в 1960-х годах. Для минимал-арта характерны очищенные от всякого символизма и метафоричности геометрические формы, повторяемость, монохромность, нейтральные поверхности, промышленные материалы и способ изготовления. Минимализм стремится передать упрощенную суть и форму предметов, отсекая вторичные образы и оболочки. В минимализме преобладает символика цвета, пятна и линий. Работы Казимира Малевича, несомненно, оказали колоссальное влияние на возникновение минимализма как течения. В сравнении с первыми художниками-абстракционистами, минималисты изображали свои произведения не только на холсте, но и уделяли огромное внимание скульптуре и, в особенности, архитектуре. Так, например, в своих работах Ев Клейн отдавал приоритет глубокому синему цвету, а также текстуре материала. Соответственно, вопрос о том, будет находиться данный цвет на холсте или на скульптуре, или на каком-либо другом способе выражения, для Клейна был второстепенным. Минимализм и абстракционизм часто страдают от негативного отношения общественности. Нередко обыватели говорят, что это так называемая мазня, и что нечто подобное может изобразить каждый. Однако подобная критика обычно не учитывает специфические, нестандартные для академического рисунка особенности абстрактной живописи. Так, например, одноцветные полотна могут обладать очень разной цветовой температурой и текстурой. Геометрические рисунки могут обладать очень приятной глазу композицией. Особенно ярко такой подход можно рассмотреть в работах Роберта Морриса. Если сравнить объем влияния других художественных направлений на нашу жизнь с влиянием минимализма и абстракционизма, то последние будут однозначно лидировать, во многом из-за подобных специфических качеств. Более того, минимализм сейчас переживает второй виток популярности, что можно заметить по тому, насколько ни на каплю не устарели работы Соло Леветта. В целом, для понимания влияния абстрактного и минималистического искусства на нашу жизнь достаточно просто обратить внимание на дизайн одежды и интерьера последних 50 лет. Так, в конце декабря 1980 года 64-летний итальянский архитектор Эторе Сотсас собирает в своей миланской квартире молодых дизайнеров. Впоследствии он рассказывает им о своих планах запустить линию мебели. Появляется Мэмфис, дизайн-группа, состоящая из Сотсаса и молодых авторов. Несмотря на свою узкую известность, именно в дизайнерской группе Мэмфис мы обязаны возникновению основ в стиле 80-х годов с его абстрактными и геометрическими паттернами. Стиль Мэмфис отличался высокой цветовой контрастностью и отдавал приоритет, в первую очередь, внешнему виду мебели, а не ее комфортности и эргономичности. Как следствие, данная линейка мебели не протянула на рынке долго, но оставила неизгладимый след на истории дизайна в целом. В настоящее время у вас больше шансов встретить в современном дизайне именно минималистичные и абстрактные элементы. Часть эта обусловлена гармоничностью цвета и композицией таких стилистических элементов. Как независимое художественное произведение на холсте, абстрактное или геометрическое изображение может не впечатлить вас, но способно заиграть совсем иным образом в практическом применении. Современные обои и ткани пестрят абстрактными, текстурированными и геометрическими узорами. Иногда цель таких узоров – привлечь внимание. Иногда, напротив, привлечь внимание как можно меньше, чтобы передать акцент другому объекту. Минималистичные дизайны при эргономическом подходе располагают к практичности и экономности. Одежда с изображениями работ известных абстракционистов и минималистов по сей день обладает огромной популярностью. Увеличенные копии работ данных художников нередко используют в качестве фона в брендовых фотосессиях. Картины в традиционном академическом стиле встречаются в традиционных интерьерах все реже, а если и встречаются, то, как правило, картину или холст даже не снабжают рамкой. По многому это обусловлено тем, что человечество в последние десятилетия активно стремится к практичности и комфорту, вследствие чего различные специфические пестрые предметы роскоши в окружение уже попросту не вписываются. Совершенно особенным образом геометрические узоры показали себя в архитектуре. Фигурные паттерны позволяют инженерам создать устойчивые, но при этом гипнотические по своему внешнему виду уникальные здания. Следует отметить, что огромное влияние на текущий дизайн оказало также в некоторой степени техническая и программная составляющая. Так называемая растровая графика предполагает то, что изображение состоит из маленьких цветных точек. Как следствие, если изображение небольшое, то при увеличении мы получаем картинку, состоящую из этих самых точек. Возникающая вследствие этого нечеткость изображений стала проблемой для дизайнеров и в особенности для дизайнеров в области маркетинга и рекламы. Спрос на решение данной проблемы удовлетворила так называемая векторная графика. Отличие ее от растровой заключается в том, что изображение состоит из геометрических фигур, то есть фактически из геометрических формул. Как следствие, полученное с помощью такой графики изображение можно увеличивать неоднократно до бесконечности. Большая часть современных рекламных баннеров, интерфейсов, сайтов и различных мобильных приложений сотворена с помощью векторной графики. Однако геометрическая ее сущность накладывает на художников определенные ограничения. Из различных геометрических фигур и линий довольно сложно сделать цельное и приятное глазу изображение. Как следствие, минимализм, в особенности геометрический минимализм, получил новый виток популярности. Векторные художники по типу своих предшественников попросту вынуждены отдавать приоритет цвету и композиции, а не академическим правилам рисунка. Подобный, вызванный техническими ограничениями, подход также предоставил полную свободу художникам, предпочитающих выделяться с помощью стилизации своего рисунка. Художественная работа над цветом, композицией, текстурой материалов тоже представляет собой непростой труд. Создание чего-то чрезвычайно простого, как правило, тоже требует огромных усилий. Абстракционизм и минимализм ближе к вам, чем вам может показаться. Присмотритесь, возможно, он находится на обоих на вашей стене. На этом все. Спасибо за внимание.